Возможно, вы посмотрели ролик, где я кратенько упоминаю девятый аят из одиннадцатой суры Священного Корана. Далее идет десятый аят – если же в девятом было по поводу, когда Всевышний забирает благо. В десятом говорит Господь с миров, вместо имени мы указываем на свое величие. Если мы даем возможность человеку почувствовать божественную, блага, божественные дары, подарки, благоухающие, прекрасные, очень вкусные, ароматные, то есть у человека были проблемы осознанной. Здесь как раз после проблем, которые его постигли. У человека был полный развал по финансам. И вдруг он нарабатывал, нарабатывал теоретический базис, работал практически, что-то делал, где-то экономил, вдруг резкий пошел взлет финансов. Или человек был постоянно болезненный, болезненный, с детства весь болезненный, болезненный. Вдруг потом он решил какую-то статью прочитал, здесь что-то почитал, с кем-то столкнулся, понял – хоп, нужно это поменять в питании, это поменять в нагрузках, это поменять в этом, четко выстроить там свой график сна, работы, жесткий режим и человек через месяц исцеляется, становится другим человеком, полным сил, полным энергии. Человек возможно столкнулся с тем, что его очень здорово подвела жена или жену очень здорово подвел муж и изменил. Но потом они настолько изменились, настолько преобразились, настолько все прямо вот таки зацвело, либо, если у тех отношений перспектив не было, то нашли другого мужу, жену, в десятки раз лучше предыдущего. То есть настолько все хоп и преобразилось. И человек после тех проблем, которые у него были, вдруг получает прямо с такими громадными бонусами от Всевышнего проявления Божественной милости в той или иной области жизни, где до этого у него был полный развал, а здесь абсолютное цветение. И когда человек получает вот это вот благо, цветущее, благоухающее, после тех проблем, которые у него были. Человек говорит, проблемы, трудности, саят, грехи. У нас здесь такой смысл, что всякие, всякого рода проблемы, сложности, они ушли от меня. И человек наполняется . Он наполняется такой, даже чересчур, он переполняется радостью, которая неуместна, вот чересчур такой самоуверенный, радостный, горделивый, хвостливый становится. Все. То есть у него вот это все его переполняет, такой он герой, такой молодец, такую там вот так ситуацию решил, разрулил, все так молодец сделал, все. То есть полностью его внутренний мир наполняется самолюбованием и радостью. И там даже нет намека на благодарность Богу. Он очень быстро забыл, что было буквально совсем недавно с ним и теперь он великий человек, который решает любые вопросы. Большая ошибка. Без Божьего повеления, будь, без Божественного благословения этого чудесного преображения не произошло бы. И до порода времени Всевышний Творец дает людям, дает и дает. Но на каком-то этапе степень неблагодарности человека становится настолько, то есть настолько она зашкаливает, что как уже в другом аяте сказано, что если вы будете неблагодарны и на адабе ли шадиды, мое наказание суровое, говорит Всевышний. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...